На этих песнях выросло целое поколение. Филичиту, маму Мию и Лошета Микантара знали наизусть. Трансляцию фестивалей Сан Рема ждали и смотрели всей семьей, а когда знаменитые итальянцы приезжали в Россию с концертами, в залах не было ни одного свободного места. Сегодня мы решили вспомнить самых любимых звезд итальянской эстрады. Как сложились их судьбы, где они и чем занимаются сегодня? Смотрите в нашем материале. Рикки Эповери. В момент создания группы в 1967 году в ее составе было четверо участников – Анджело Браматти, Анджело Соджу, Марина Окиена и Франко Гатти. Богатые и работали на контрасте роскоши и скромности, продвигая идеи духовного богатства талантливых исполнителей. В 1981 году перед выступлением Сан Рема в коллективе произошел первый конфликт, и одна из участниц коллектива Марина покинула группу. В том же году уже трио Рикки Эповери было признано лучшей группой года и награждено призом «Золотой диск». Втроем Рикки Эповери выступали, выпуская популярные хиты и собирая огромные залы до 2016 года. Тогда группу покинул Франко, который решил поставить точку в музыкальной карьере и побольше времени проводить с семьей. На сегодняшний день Рикки Эповери – это дуэт, в составе которого Анджело Брамбатти и Анджело Соджу. Говорили, что когда-то в молодости они были влюблены друг в друга. Их отношения начались, когда девушке исполнилось 16, но до свадьбы дело так и не дошло. Рикардо Фольи. В 80-х Рикардо Фольи был покорителем женских сердец. Популярности Рикардо шел с начала 60-х, но по-настоящему известным он стал в начале 80-х. Сначала вышла хитовая песня Малинхония, а в 1982 году Фольи с триумфом победил на фестивале Сан Рэма с песней «Повседневные истории». Она до сих пор является визитной карточкой певца. Фольи и сейчас невероятно популярен в Италии, а еще любим зрителями по всей Европе. Что касается личной жизни, Фольи женат на модели Карин Трентини. Пара воспитывает семилетнюю дочь. От предыдущего брака у музыканта есть сын. В творчестве у Рикардо Фольи все прекрасно. Он выступает с сольными концертами по всей Италии. И как и в 80-х, собирает полные залы. 74-летний Рикардо Фольи – частый гость в России. Без него не обходится ни один масштабный ретро-концерт звезд 80-х. Новые песни Фольи также записывает. Например, в 2018 году хитом стала его песня «Иль Сегрита Даль Темпо». Его песням «Судиной» и «Джелата Чоколато» подпевали на каждой дискотеке. Впрочем, таких хитов у него было множество. После того, как популярность певца пошла на спад, он пытался заниматься бизнесом. Однако потерпел фиаско. С начала 2000-х он стал вести передачи на итальянском телевидении и радио, а также регулярно гастролировать. Настоящей сенсацией стало известие о том, что на протяжении вот уже 30 лет Пуп поживет на две семьи, причем обе знают о существовании друг друга. Он объясняет эту ситуацию любовью к обеим женщинам и неспособностью выбрать одну из них. Тота Кутунья. Визитной карточкой певца стала песня «Литальяно», известная нам как «Лошата Микантаре». Однако практически все композиции в его исполнении были невероятно популярны. Впрочем, успех композитора пришел к нему гораздо раньше, чем слава певца. Его песни пели Джо Дассен, Мирей Матье и другие французские звезды. Сейчас Тота уже 78 лет, и 50 из них он прожил в браке с женой Карлой. Они поженились в 1971 году, когда Сальваторе был простым парнем, а Карла помогала ему во всем, оплачивая его счета. Завести детей у супругов так и не получилось, но они всю жизнь оставались вместе, даже несмотря на роман, который случился у Тота в 80-х. Тогда певец познакомился в самолете со стюардессой Кристиной и встречался с ней два года. Девушка родила мальчика Нико, а спустя некоторое время Тота обо всем рассказал жене. Та простила его и приняла внебрачного ребенка. После всего, что случилось, они стали только ближе друг к другу. Когда в 2007 году у композитора обнаружили злокачественную опухоль, Тота, который не любил обращаться к врачам, перенес операцию. Затем случился рецидив, была назначена химиотерапия. Все это время Карла оставалась рядом с мужем. Они вместе боролись с болезнью и смогли ее победить. Сейчас семья почти все время проводит на своей вилле на морском берегу. Тотто ведет здоровый образ жизни, плавает, много гуляет и до сих пор иногда выступает с концертами в Европе. Альбано и Рамино Пауэр Итальянский семейный дуэт завоевал мировой музыкальный Олимп далеко не с первого раза. До того, как обрести популярность, им пришлось пережить первые чувства и противостояние родственников, не считавших их парой друг к другу. Однако в 1982 году они с композицией Филичита уверенно вошли в тройку лидеров на фестивале в Сан-Ремо. К этому моменту у супругов уже подрастали дочь и сын, а в 1985 и в 1987 появились на свет еще две малышки. Альбано и Рамино Пауэр успешно гастролировали, их любили на родине и за рубежом. Однако желание Альбано иметь денег все больше, а тратить меньше, привело к появлению трещины в их отношениях. Исчезновение в 1974 году в Америке их старшей дочери лишь расширило пропасть между двумя некогда близкими людьми. Следом распался их дуэт. В 1999 году пара официально заявила о расставании. Сейчас каждый из них живет своей жизнью. Альбано уже 78, после расставания с Рамино он женился еще дважды. Во втором браке с Лориданни Личизо у него появились на свет двое детей. Но это не спасло семью от развода. После разрыва с Лориданной певец недолго скучал в одиночестве. Его новой музой стала россиянка Мария Асокина. Девушка занималась организацией его концертов, гастрольных туров и жила в доме сеньора Каризи. Пара редко давала интервью о своих отношениях. Сейчас у него есть своя студия, отель и винные предприятия. Но он по-прежнему поет. 70-летняя Рамино Пауэр живет одна в собственном доме, занимается живописью и пишет книги, пользующиеся популярностью. В 2015-м бывшие супруги впервые после многолетнего перерыва дали совместный концерт в Москве. Адриано Челентано. Его по праву можно назвать одним из самых успешных исполнителей в истории итальянской эстрады. 600 песен, 41 студийный альбом, более 40 фильмов с его участием. И это далеко не полный список творческих работ Адриана Челентано. Есть еще написанная и музыка, телепередачи, которые вел исполнитель на итальянском телевидении, общественная деятельность. Популярность Адриана Челентано в Советском Союзе была просто невероятной. Фильмы с его участием пересматривали по несколько раз, на концертах не было свободных мест. Впрочем, у себя на родине певец пользуется большим влиянием. Власти опасаются его острого языка и тяги к борьбе с несправедливостью. В 2019 году Адриана Челентано и его жена Клаудио Мори отпраздновали изумрудную свадьбу. Их брак был заключен в 1964-м. Они стали родителями троих детей и с честью выдержали испытания временем и трудностями. Энергии и трудоспособности 83-летнего Адриана Челентано можно лишь позавидовать. Он до сих пор занимается музыкой и ведет авторские передачи на телевидении.